Брудмазер Королева, изгнанная за свою любовь к Конобараку Теперь она, его спутница в вечной битве древних Она вынашивает его потомство, как символ его любви Боже, что? Да не, ну вы серьезно, вы читали это? Она вынашивает его потомство, как символ ее любви Боже А, извините, ладно, продолжаем Являясь специалистом в плетении сетей Она выводит из строя тех, кто осмелился ее атаковать Сея в них свое потомство Которое затем вырастает в трупе незадачливой жертвы Жажда битвы делает ее мощнее и поддерживает вне силы Порождая мнение, что ее потребность в плоти неутолима Все, втроем на меду встали Пацаны не могут больше, не понимают, что они тут Могут мне противопоставить Я откилюсь больше Все, поезда есть Поехала Боже, как же она омнит Ранее стадии игры просто никто ничего не может сделать Всем здорово, друзья, женщины и бобры И те, кто просто любят остренькие ощущения С вами я, сегодня Ксенадзи Дед Морозович Эльфович И, конечно же, сегодня у нас гайд на Бруду Да, вы додумались, вы поняли гайд на Бруду Что ж, все знают, что такое Бруда Да, Бруда это персонаж, которого никто не берет Поэтому, сегодня мы постараемся вернуть этого персонажа в игру Рассказав о его способности и показав гайд на этого персонажа Друзья, поехали И не забывайте, что гайды выходят часто И поэтому, чтобы не пропустить свой гайд Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк И будьте в теме Поехали Итак, друзья, для того, чтобы понять, что у нас делает первая способность Далеко ходить не нужно Во-первых, давайте прокачаем ее Она у нас уже прокачана На единичку И смотрите W Это у нас хоткей данной способности Что мы можем делать Вот смотрите Направление Да, у нас направляющая способность появляется такая И закидываем ее в Сларка Сларк получил урон И что-то над ним 2 секунды Вот какой-то эффект был, да Обратили внимание Что у нас, в общем, тут делается Я вам расскажу досконально Но мы разобьем, так сказать Первую часть этого спела И добавим вторую часть Будет такой переходик небольшой И вы все вкратце поймете Смотрите Первая способность Первая часть Смотрите По уровням прокачки У нас тут наносится Дэмэдж Персонажа В которого мы кидаем Эту способность Эта способность У нас кдшится 10 секунд Монокос составляет 120 единиц маны Соответственно Дэмэдж по уровням прокачки 75, 150, 225 и 300 дэмэджа И соответственно 1, 2, 3 и 4 паука Какие пауки? Непонятно В общем Смысл данной способности Таков Если мы атакуем Каких-то оппонентов Разницы нет И В течении 2 секунд После того Как мы закинули Вот эту вот способность Если этот оппонент Умрет То из него появится Паучок В зависимости от уровня прокачки То есть допустим У нас сейчас первого левела И соответственно Появляется один паучок О паучках мы поговорим Во второй части И соответственно Этот паучок Также еще Добавляет яд О котором я тоже Чуть позже расскажу Но смысл О первом спеле Сейчас будем разговаривать Сейчас разговариваем именно О первой способности Вот И После того Как мы Так сказать В течении 2 секунд Убиваем оппонента То соответственно Появляется Паучок 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 Который у нас Вот соответственно Он Оп Закидываем В течении 2 секунд Я должен убить Видите Сейчас не убью Оп И паучок не появляется Это так сказать Первая часть Данной способности Ну и соответственно Перейдем сейчас Ко второй части Ведь о первой части Мы уже поговорили Наносит демедж И в течении 2 секунд Появляется дебаф на оппоненте Который может произвести на свет Количество паучков данное уровню прокачки А теперь поехали ко второй части К паучкам Ну что ж, переходим ко второй части, друзья Смотрите, подходим к кэмпу, бьем оппонента Душим, он начинает убегать У нас, оп, добиваем В течении двух секунд появляются у нас вот такие пауки Один паук у нас имеет 18 на 19 хаос дэмэджа Плюс 450 хитпоинтов И есть у него тут две способности Одна способность это 8 дэмэдж Пер секунд и 2 секунды Замедление мовмен спида На 8 процентов Очень мощно, да, казалось бы, очень мощно И соответственно У нас вот эта вот дотка, которую он накидывает Смотрите Вот это вот замедление Плюс Дэмэдж, смотрите, поизон вот этот Смотрите, он действует не 2 секунды А примерно секунды 4 Потому что тут в принципе не написано, а поизон дэмэджа И вот это замедление Которое вот у нас тут есть 8 процентов Оно складывается с этих паучков Но как складывается? Складывается, ну как-то на самом деле непонятно Эффект есть Но по эмэсу не чувствуется, что персонаж В постоянном таком жестком замедлении Скорее всего складывается именно вот эта вот вторая способность Которая у нас, так сказать Дает возможность наплодить вот такого вот маленького паучка То есть в течение 2 секунд, если большие паучки заразят кого-то И та цель, которая была заражена вот этим паучком маленьким Умрет То, соответственно, появится такой маленький паучок 9 на 10 у него урон И 175 хитпоинтов у него И стоит заметить, ребят, что один паучок вот такой вот живет 1 минуту То есть, соответственно, в течение 1 минуты эти пауки могут, в принципе, отправиться куда-то На вот такой вот кэмп И, в принципе, попытаться тут еще, так сказать, сделать маленьких паучков Вот это самое мясо Посмотрите, убиваем сатирчика Оп, появился паучок Вот такой вот маленький еще паучок появился Оп, убиваем этого сатирчика Давайте мы его вот так загрызем Опа, и все И тут у нас, смотрите, просто целая паучья стая просто душит Душит И такой эффект этот, видите, накладывается То есть в течение 2 секунд после того, как наложен этот эффект Если этот оппонент умрет То, соответственно, появится вот такой вот маленький один слабенький паучок Вот он появился И все И эти паучки уже могут идти дальше абсолютно Сами душить по кэмпу Но не стоит забывать, что жизнь одного такого паучка 1 минуту И, к сожалению, есть такая еще приколюха Вот крипы есть У каждого крипа есть свой левел То есть 4-го левела крипы Они еще, так сказать, допустимы к тому, чтобы трансмутить этих паучков Но крипы могущественного уровня То есть 6-й, 5-й и выше уже Выше Они не способны, так сказать, к принятию вот этой вот способности от паучка То есть, допустим, смотрите, вот Нету, нету, видите Нету у него над головой вот этого бафа И, соответственно, с него не выходит этот паучок Это такие микро-моменты Ну и, соответственно, самое главное, что нужно знать Что эти пауки довольно-таки хорошо фидят Они реально хорошо фидят Большие паучки по 10-15-18 золота дают, если их добивать Ну, а маленькие там совсем 8-7 золота Ну, немного Но вот эти паучки, которые, в принципе, они отличимы, визуальны От паучков, которые, так сказать, появляются с вот этих пауков Они визуально отличимы, да И, соответственно, у нас получается так, что Не забывайте, что фидить этими пауками не очень, так сказать, весело И все, в принципе, это все по паукам Дальше пойдем, наверное, ко второй способности Но, что ж у нас еще остается-то Ну и все, поехали Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже Это вот такая вот паутинка Мы ее прокачали уже Хоткей у нас B И у нас вот есть вот такая вот большая АОЕшка Которая равна 9 сотням единиц И дальность применения у нас составляет 1000 То есть вот центр, так сказать Вот этот центр Центр И, соответственно, создали мы вот такую паутинку В 900 ранже мы можем пользоваться этой паутиной Что у нас будет происходить, когда мы, так сказать, создали эту паутину Во-первых, то, что мы можем игнорировать препятствия Видите, да? Мы можем проходить Причем оно тут сделано более-менее правильно на 85-й карте Что мы нажали сюда И она у нас не пытается вот так по механике игры просто обходить А она идет прямо Это правильно Плюс у нас Если вы обратили внимание Вот тут дается небольшой, маленький вижен То есть, если пользоваться паутиной иногда правильно Допустим, поставить середину где-то вот сюда То мы сможем увидеть оппонента Который будет здесь у нас, так сказать, проходить Именно в какой-нибудь момент Может быть, сможем так увидеть И что ж Дальность применения 1900 АОЕшка паутины И что у нас еще дается Смотрите КД одной паутины у нас 40 секунд Монокост 50 Монокост у нас 51, так сказать, этой паутинки Но у нас паутины имеют, так сказать, чаржи Соответственно, количество Количество зарядов И плюс у нас еще есть ограниченное количество этих паутин В зависимости от уровня прокачки У нас тут, смотрите, все написано На первом уровне 2 паутины и 1 чарж На втором левеле у нас идет уже 4 паутины и 2 чаржа На третьем левеле 6 паутин и 3 чаржа И на четвертом 8 паутин и 4 чаржа То есть, допустим, смотрите, у нас есть вот тут такие чаржи Оп, закинули сюда И оп, закинули сюда Все, у нас чаржи кончились и пошел КД То есть, КД, вот так сказать Когда у вас все чаржи использованы То у нас, так сказать, уходит эта способность КД У нас, смотрите, паутина сейчас Какого? Второго левела, да? То есть, третьего, да Второго левела, соответственно, у нас доступно 4 паутины 4 паутины И если мы сейчас еще поставим 4 паутины И будем ставить 5-ю То первую, которую мы ставили, она будет заменяться Это, так сказать, первые нюансы по данной способности Плюс, смотрите, у нас мы можем тут как бы, ну да, игнорировать Просто можем сюда перебежать Но есть тут еще одна такая тема Если нас просветят дастами То мы не сможем пользоваться вот этой способностью Прохождения через текстуры И можем где-нибудь просто тупо застрять И все То есть, вот это такая погрешность Которой очень сильно контрится у нас бруда Мы можем, да, лазить по ХГ Можем где хотим бегать Но, к сожалению, мы можем В один прекрасный момент, когда нас просветят Мы вот так вот где-нибудь даже можем Паучками заблочиться И все Мы не сможем ничего сделать То есть, паучки могут забагаться То есть, вот здесь вот застрять И вы тут также можете застрять Просто потому, что вас просветили дастами Очень неприятная тема, ребят Что ж, ну, в принципе, по чаржам и паутинам Я думаю, тут понятно, да? То есть, мы имеем определенное количество чаржей Вот сейчас у нас в 40 секунд прошло Паутина открешилась Мы кидаем паутину сюда Эта паутина исчезает Все, потом следующее Вот это исчезнет Вот это и вот это То есть, по кругу Как-то так Думаю, будет понятно Нет смысла накидывать паутина в паутину Они складываться не будут Ну и что ж И самое интересное, что может нам давать паутина Во-первых, это то, что мы пользуемся паутиной И наши паучки могут пользоваться То есть, наши паучки тоже могут быть невидимыми И, соответственно, иметь какие-то плюшки А какие плюшки имеют персонажи паучки в паутине? Давайте я вам сейчас расскажу Смотрите, в зависимости от уровня прокачки У нас тут будет бонусное, так сказать, восстановление здоровья 2, 4, 6 и 8 единиц здоровья мы будем восстанавливать То есть, на 4 левеле 8 единиц здоровья будет восстанавливать наш герой И наши паучки, если они будут находиться в паутине Вот Также добавляется бонусное передвижение МС 40, 50, 60 и 70% бонус МС мы будем получать Если мы будем находиться в паутине Это очень много 70% бонус МС, ребят, реально Также паучки у нас это начинают, так сказать, получать Ну и, соответственно, 2 секунды файт тайма Я не помню, упомянул или нет То есть, 2 секунды файт тайма Мы, так сказать, ждем И через 2 секунды пропадаем Все, оп, и все, мы пропали Соответственно Сейчас нас Сларк не видит Мы его ударим Появились на 2 секунды Раз, два, три, четыре, пять, шесть И через 6 секунд мы можем пользоваться вот этой способностью Что можем переходить, так сказать, через текстуры Смотрите Файт тайм 2 секунды То есть, оп, все, мы в инвиз ушли 2 секунды И 6 секунд у нас время входа, так сказать В то, что мы можем пользоваться Тем, что можем переходить через текстуры Очень прикольная способность, друзья Ну, она, так сказать Необходима для данного героя Реально Абсолютно необходимо Вообще, на сайте написано Что эти паутины Можно разрушать как-то одной кнопкой То есть, у героя должна быть какая-то спешл кнопка Но, опять-таки, на сайте Очень много информации Недостоверной, я заметил И вообще, очень много Всяких нюансов Которые написаны по данной паутине Я их проверял Они, к сожалению, почему-то не работают Да и, в принципе, этот герой не доработан Я уже сказал, что на 85-й карте Этот герой почему-то не доработан Когда мы вот так вот вместе паучков выделяем Почему-то паучки, так сказать Имеют приоритет выше, чем у героя И, соответственно, паучки Именно выделяются первыми Которые, то есть, не выделяется героя Выделяются именно паучки То есть, вот так, когда паучков много Мы выделяем вот так вот Герой должен быть в приоритете И герой должен выделяться Но выделяются только паучки Я не понимаю, почему так Но, в принципе, это не важно По сути, потому что мы уже поговорили о паутине Паутина имеет чардж В зависимости от уровня прокачки И больше, тут в принципе все так же Написано, 1, 2, 3, 4 чаржа И в принципе это все, по паутине Очень важная способность, вот взяли вот так вот Пауков, побежали И душем вот так вот вылезли, опа, а там сларка Душить надо, и соответственно все, и сларка мы задушили Очень прикольная тема, но Контрится с центрем или дастами Поэтому нам всегда нужно будет воевать, так сказать За наше пространство, ставить Сентрики там или еще что-то тому подобное В принципе это все по данной способности Ну и поехали на третью Итак, друзья, следующая способность на нашем Персонаже, это так сказать Дебаф на оппонента, которого Мы будем атаковать, это пассивка Эта пассивка вырубается с сильверухой Соответственно с сильверейджем, да, вырубаются Все пассивки, ребят, но не все Не все, те кто смотрят гайды Знают какие пассивки не вырубаются, поэтому Друзья, обязательно смотрите Прошлые видосы по героям Обязательно, если вам нравится тематика гайдов И необычных сборок, то смотрите Их у меня на канале, и соответственно Так сказать, будете больше знать Ну и что ж, приступаем к разбору Третья способность Третья способность, в зависимости От уровня прокачки Дают нам бонусы Нам бонусы При наших атаках, так сказать Третья способность улучшает наши атаки На оппонента накладывается Вот такой вот дебаф Который заставляет его промахиваться И он замедленный, этот герой у нас На котором, так сказать, этот дебаф Висит Он постоянно обновляется Он постоянно обновляется Если мы его ударили, то, так сказать У нас обновляется третья способность Она не накладывается, постоянно она обновляется И герой у нас будет Под постоянным замедлением И под постоянным ослеплением В зависимости от уровня прокачки Который у нас сейчас на данный момент у бруды Смотрите, на первом уровне дает 30% мисс По, так сказать Не по, а именно на том герое Кого-то, допустим, она ударила Вот, допустим, сейчас у Сларки 30% мисс И, и, так же Он на 10% замедлен Далее, на втором левеле 40% мисс И 20% замедление На третьем левеле 50% шанс мисс И 30% замедление Моуман спида И на четвертом уровне 60% мисс И 40% замедление Это очень много Если мы вот так кого-то, так сказать Задолбливаем То, соответственно, если он, допустим, кого-то пытается бить Он будет по нему даже промахиваться Главное нам обновлять Действие этой способности У нас эта способность висит 2 секунды То есть, соответственно, мы можем ее постоянно, так сказать Перебафать на героя Который, так сказать, солид в драке И, соответственно, заставлять его промахиваться Очень классный способ Кстати, сочетается с другими предметами Которые будут давать миссы И это очень жестко Но, соответственно, они Считываются по механике доты То есть, не допустим, тупо бабочка Плюс 30, 30, 60, 90 процентов промаха Нет, будет примерно там где-то около 70-68 Где-то плюс-минус Потому что там механика обывания доты То есть, это забейте Все Ну и, соответственно, вот такая вот у нас способность Не является она у нас орбэффектом Соответственно, не забывайте, что не является орбой И можно собрать что-то такое жесткое Прям типа Скади Сатаник Там можно будет Дезоль Но не забывайте, что Дезоль Так сказать, это предмет Который ломает все орбэффекты К сожалению, если вы соберете Дезоль То ничего, так сказать, другого Вы уже не сможете сюда докупить Кроме нейтральных предметов Опять-таки, видосик по орбэффектам у меня есть Обязательно смотрите Чтобы не ошибиться с орбэффектами И, ну, это, в принципе, все по данной способности Очень классная способность Позволяет сильно замедлить И заставить оппонента промахиваться По всем целям Поехали на ультимейт Что ж, братцы И дошли мы конкретно уже наконец-таки К ультимейту на Бруде Если честно, я очень долго думал Задумывался У кого ультимейт круче У Свена или у Бруды Ведь у Бруды тоже дается урон Но дается определенное количество урона Но и дается в эмпиризм А у Свена просто дается урон У кого ультимейт круче Напишите обязательно в описании Но Переходим теперь к ульту Бруды Смотрите, ультимейт Бруды у нас Это такая способность, которую мы сейчас прокачали У нас есть хоткей Т И по нажатию хоткей у нас активируется способность Которая улучшает наш дэмэдж И позволяет нам, так сказать, вампириться от наших атак В зависимости от уровня прокачки У нас вампиризм и количество бонусного дэмэджа будет разное Смотрите, на первом уровне будет даваться 60 бонус дэмэджа и 60% лайфстила На втором 90 бонус дэмэджа и 80% лайфстила А на третьем 120 бонус дэмэджа и 100% лайфстил КД всей этой байды у нас 45 секунд Монокост 100 маны И длительность данной способности 14 секунд Это не уникальный модификатор атаки Кстати, в добавлении от третьей способности Третья способность не накладывается на БКБшных юнитов То есть, если кто-то в рейдже или в БКБ Третья способность работать не будет Это к добавлению к третьей способности Ну что ж, переходим к культу Смотрите, нажимаем ультимейт И у нас персонаж, смотрите, больно лупит И пошел вампиризм Вообще ничего крипа не делает Но крипа это в принципе ничего тоже делать не будут Плюс, прикиньте, в сочетании с третьим То есть персонажи по вам промахиваются И вы еще и вампиритесь Это вообще страшный сон Ну и 14 секунд проходит И наш персонаж перестает, так сказать, отжираться И как вы думаете, реально у кого ультимейт круче? У Свена или у Бруды? Мне кажется, у Бруды он более страшнее этот ультимейт Потому что Свена просто дэмэдж А тут еще и вампиризм Представьте, стопроцентный вампиризм Плюс этот вампиризм может складываться с другими вампиризмами То есть, это тоже не орб эффект И, соответственно, если у вас еще есть какой-нибудь сатаник Вы прикиньте, как вы будете вампириться Ребят, это очень жесткий ультимейт, я считаю КДшка 45 секунд, я уже, по-моему, сказал Ну и, соответственно, это все По данному герою, ребят, всем пожелаю приятного просмотра Обязательно, если ждете какого-то своего героя Подписывайтесь на канал И ждите просто Ждите, ждите, еще раз ждите Своего героя на канале Ведь гайды будут на всех героев Я уже сделал очень много гайдов И не жалею, что я это делаю Потому что мне нравится людям помогать Но не все люди, к сожалению, это понимают Очень много хейта высказывается Но я понимаю, что это как бы норма Потому что, ну, это интернет К сожалению, это интернет Ребят, в общем, все Приятного всем просмотра И побежали лупить Будем кушать сейчас Все, что есть у нас тут И, соответственно, будем замедлять И закидывать паучков Всем приятного просмотра Все, поехали Итак, ну что ж, друзья Погнали, мы одели шапку Как у Иллидана Чтобы были такие же синие шапочки Где у меня там колпачок Вот он, мой колпачок Смотрите, оп Оп, ля, колпачок какой Как у Иллидана, посмотрите Мне нравится Так, ну что, идем в центральную линию Ребят Бруда у нас очень зависима От контрпиков А именно Если есть герои Которые очень быстро Убивают паучков То, к сожалению Пуш Очень тяжело производить Тинни очень сильным Контрпиком будет, конечно Тем, что он просто Со всего прокаста Будет их смывать пауков Но в начальной стадии Конечно, Бруда Должна его очень сильно Задалбливать С третьего левела Там пауки не должны Умирать От 450 демеджей И А так Тинни, в принципе С появлением Блэкинг Бара Найс мне лифт пришел Господи У меня свет моргнул Короче У меня стоит УПС Все так отлично Так отлично Пикали пацаны И Свет моргнул Все Как бы вырубилось Но не вырубилось Не знаю Все вылетело просто Печалька Так что, друзья Так бывает Ладно Играем дальше Так, в общем Смотрите по контрпикам Если Ну, Бруда Просто пауков Если смывают То все Как бы Ну, гг Пушить вы не можете А так Бруда Очень сильный герой Но она тут багана Немного У нее есть Много нюансов Из-за которых Герой, так сказать Перестал быть играбелем Что по начальному закупам И есть Желательно брать Тайт тоже Очень сильный От пуш Для данного героя И очень тяжело Будет убивать А так, в принципе Ничего сложного По пику не вижу Она зависима от маны И Желательно Брать один центри На центральную Чтобы Было удобнее стоять Потому что Как правило Один центри И все Бруда ничего не делает Она перестает быть Актуальной В своей сетке Ну и конечно же Желательно брать Сентричок И идти дышить Куру мы не берем Пока что Куру по идее Должны взять Я надеюсь Если не возьмут То будем брать Ну и По страте Будем настакивать Для этой линии Идем тупо В Т2 И уходим Вот сюда И пошли Вот так По лесу А у бруды На стороне Скоржей Будет страта Здесь Выйдем И вот сюда Будем выходить В принципе Та же почти Противоположность Но Немного по другому Посмотрим Что у нас получится Так На низу Спарки Стакаются И будем Раскачивать Сетку Первый Третий Пока качать Не будем Сетка Дает очень Большое преимущество Меня дастами Светили Я уже сыграл Довольно таки Много на этом герое Чтобы открыть Какую то свою мету И Заметил Что этот герой Даже под дастами Спокойно убегает Лол Спокойно под дастами Ее просвечивают Она под дастами Убегает Спокойно Так пока Не зашел Оп Хорошо Отсюда Вот так Делаем Восхитить С топориком Немного легче На ней Нежели чем Без топора Потому что Без топора Вообще Просто невозможно Восхитить На ней Хорошо Добил Хорошо Добил Отлично Отлично Деда надо казнить Хорошо Какой первый артефакт Ее берут Вообще Я беру в дефолте Арчит на нее Арчит Очень хорошо Заходит Я считаю Что отличный Артефакт Который Позволяет Так сказать Прикопаться К герою Вообще Надо тут Наверное Будет В резбенда Квилочку Взять Надо Куру Для начала Брать Вот оно В чем дело Самое прикольное То что Вас еще и тычкует В принципе Вы можете Спокойно Подрегениваться Немного Находясь В паутине Это очень Прикольная Тема Так Марит Залагала Печалька Печалька Что залагала В принципе Проблем Я думаю На центральной Не будет Сейчас пойдут Пауки Главное Сфа Немного Будет Подгнобить Солринг Очень хороший Артефакт Для данного Героя С помощью Солринга Конечно Очень Много Маны Нам будет Требоваться Для того Чтобы Спамить Пауков И с помощью Солринга Мы сможем Это Перекрывать Так Пошло Первое Дело С первыми Пауками Уже можем Чуть-чуть Подгнобить Сфа Чтобы Знал Парень Место Манку Закинуть Можно Атаковать Уже Хорошо Есть Баг Когда Ты Выделяешь Сих Паучков У тебя К сожалению Герой Перестает Слушаться Хорошо Так Отлично И первый Раз К тавру Подходим Отлично Промах Койлов Паучки Должны Загрызть Нет Не загрызут Да Загрызти Могут Я могу Линей Тогда Было бы Еще Лучше Крипом И ГГ Ката Пришла Конечно Тяжело Так Сапог Паучки Вот Подводить Подводить Чтобы Вот Чтобы Вот Как Сейчас Отлагал Чем И Не Не Было Так Что Если Взял Просто Спокойно И Забрал Этих Пауков То есть Такого Допускать Нельзя Такого Допускать Нельзя Конечно Ж С Ультой Можно И С Забрать Видите Сам Себя Блочу Просто Пауками Ну Это Вот Этот Баг Которым Я Говорил Баг О Которым Я Говорил Что Все Отлично Армор Спас Армор Спас Хорошо А че ты пришла Уйди отсюда Помощница Хорошо Пауков Поплодим Сейчас Просто Каких-то Паучков Можно В лес Отправлять Чтобы Они Подфармливали Сейчас Вот Седьмой Левел Охватит С памятью Для SF Играть Научился Походу Вот Сюда Идем Ставим Сюда Паутину Опа Этих Пауков Сюда И тут Конечно Ж Подфармливаем Главное Не забывать Что у нас Есть только Две Секунды Чтобы Нормально Так Сказать Отфармить Отспаунить Вернее Пауканов Хорошо Ждем Теф Может Спокойно Отзонить Всех Тих Пауков Просто Пару Койлов До Свидания Сейчас Ждем Нужно Вернее Так Вот Отлично Очень тяжело Их всех Контрить Потому Что Всего 20 Пауков Лимит Выделение Максимальное Хорошо Тэшка Падает Это Радует Была бы Сетка Можно было бы Еще раз ССФ Убить Но Сетей Нет Бежим Отлично Сеткой Конечно Просто Страшно Отлично Берем Еще Ага Там Идут Тэшку Надо запинать Туда Все Будет Огонь Вот Они Просто Отбучили Все Все Так Это И Делается Так Отстаньте От Меня Ждем Свои Артефакты Фармим Тут Кэмп И Рядом С Хайграундом Можно Потереться Причем Мы Особо Не Теряем Можно Отхилиться Даже Замедление На раз Обычно Я Прокачил Но Это Особо Мне Бустов Никаких Не Давал На самом Деле Скажу Вам Ребят Куда Профит Не Было Вот Сейчас Надо Фазы Срочно Сделать Потому Что Герои Видите Очень Сильно Блочатся От Того Что Я Начинаю Атаковать Если Я Не Могу Атаковать Потому Что Мне Герои Блочатся Что Отлично Сейчас ХГ Выйдем Замешкался Парень Хорошо И Заходим В ХГ Седьмая Минута Боже Если Если Сейчас Тэш Снесу То Это Будет Очень Жестко Будет Очень Жестко Правило На Бруде Все Катки Фастовые Должны Быть Смотрите Меня Просто Не Найф Не Видят Что У них Геп Хватает Он Подпуш Пришел Берем Вардики Хорошо Попал Эти Герои Не слушаются Иногда То Есть Я Вот Вместе Выделяю Смотрите Как У меня Герой Бегает Так Замедление Пацанам Я В сетке Просто Убегу От Него Я Просто Убегу От Него Дальше Фармим Доделали Арчит Хрен с ним Сейчас Некстом Фазы Надо Тут Просто На самом Деле По мете Я еще Немного Не понимаю Что Ей Первее Лучше Сделать Потому Что Опа Задушили Первого Пацана Потому Что По мете Тут Непонятный Что Ей Нужно Собрать Приоритете Потому Что Типа Ну Такое За Душу Прошли сюда Боже А просто У них На Прони Девятый Крипов Отлично Этот герой Щек Крип Скипает Если Вы Допустим Если Вам Идут Ломать Сторону Вы Можете Просто Просидеть Где-то Некоторое Время В Паутине И Конечно Ж Прийти По Возможности Потом Просто Доделать Все Свои Грязные Дела Убив Крипов И Все Че Сложен Так Ну Смотрите Они Стянулись Ко Мне Можно По Крип Скипать Немного То Есть У Нас Тут Есть Пауки Которые Могут Крип Скипать Спокойно Все Оставляем Их Побежали В лес Подфармливать Здесь Расставляем Сети Просто И Скипаем Спауны Смотрите Как Пауки Там Убивают Абадона Абадона О Все Зачиститель Пришел Настакиваем Сейчас Тут Пауков Немного И погнали У фазы Отлично Пала Сетка Нужно будет Поднимем Герой Вот Он Стан Вот И Когда Вот Так Вот Кстати Героев Тоже Выделяешь Вместе С Пауками Героя То Почему То Он Неадекватно Выбирается И Не знаю Почему Так Так Абадона Тут Можно Будет Убить Я думаю Отлично Сам Себя Блоч Пауками Героя Не Слушается Ужас Койлом Просто Убивает Хоть Один Сентри Поставили Но У нас Топорик На то Есть Чтобы Сентри Сразу Сбривать Вот Так Вот Лично Один Паучок Живой Не Забывайте Что Когда Вы Нажимаете Фазы У Вас Герой Выходит С Инвиза Выходит С Инвиза Главное Подков Сейчас Не Попасть Тут В центре Где-то Стоит Еще Надо Сентричок Ткнуть Еще А я Брал В некоторых Играх Просто Гем И С Гемом Стоял И Все Пушьте Линии Пушьте Другие Линии Просто Не Стойте Тут Вот Этот Вард Заблочил Кэмп У Нее Очень Много Нюансов Я Просто Не Знаю Герой Сам По Себе Классный Да Он Реально Классный Он В лейте Жесть Как раз Дает Ребят Я Вчера Играл Игру 60 Минут Ну Правда Я Играл С Друзьями Поэтому Там Запись Дискордом И Я Не Хочу Такую Игру Выкладывать Поэтому Оставил Эту Игру И Не Выкладывал Но Игра Такая Очень Можно Сказать Жесткая Жесткая Была Там Был Сладар Который Ходил Наказывал Жестко Причем Наказывал Так Вот Этот Сладар Не Смог Меня Вытянуть В Лейтгейме Шестислотовый Он Не Смог Мне Ничего Сделать Так Ну Смотрите Они Все В Мид Вышли Все В Мид Теперь Надо На Другую Линию Уходить Потому Что Тут Уже Не Вижу Смыс Стоять Максим Что Мы Можем Сделать И Пауков Не Успею Сделать Боже Такой Мис Клик Вот Он Центричок Хорошо По Креп Скипаем Тут Боже Тинни Ляша Делает Извращенец Возвращенец На Тинни Хорошо Так Тогда Что мы Делаем Убиваем Здесь Крипов Делаем Вот Так Все И На Низ Надо На Низ Бежать Паутины Тут Нет Давайте Сделаем Переходничок Но Мы Тут Сначала Зафарм Бкб Next Можно Сделать В принципе Будет Нормально И Варт В лесу Стыкнем Сейчас Хорошо Пусть Ребята Там Потеют На Пауках Хорошо Так Тут Паучки Справляются Сейчас Вот тут Еще Закинем Все Дальше Пауки Сами Тут Справятся По Линии Пойдем По Линии Пойдем Отлично Так Тут Парни Не добили Еще Просто Лес Можно Так Выфармливаешь Лес Пауками Все Все В принципе Че Сложного Че Сложного Хорошо И сейчас Тут Тоже Все Ломаем Т2 Внизу Но Не дают Да Видите Там Еще Абадон Идет Отойти Надо Сетки Ставить По Лесу Забоялся Я Просто Могу Убежать Тут Не Убьют По Идеи Абадон Тяжелый Герой На самом деле Подхиливает Очень Сильно Хил 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 И Здесь Палки Здесь Скипаем Сюда 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 Боже Там Пауки Застряли Вот Баги Я Называю Называю Багами Тут Так У меня Ульт Почти Есть Да Баж Сразу Зафармлено Лакин Бар Есть А это Мульт Есть Спелиться Бардик Надо Ткнуть Час на Хайграунд Грибчик Там Подкушали Хорошо Большие Проблемы Бруда Создает Реально Я Чувствую Прям Жесткое Жесткое Напряжение Команды Противников Потому что Они Всегда Пытаются Перетянуться Очень Все Это Такое Напряжено Сейчас Блэкинг Бар Будет Полегче Он Ребятки Ушат Нос Ля Как Тауэр Сыпется Если При Правильной Позиционке Команды Играть На Этом Героя Этот Герой Делает Просто Вещи Просто Вещи Делает Ну Что Пока Стоим Так Сетки Есть У нас По лесу Да Отлично Все Отправляем Вот сюда Даст Сентри Ага Вижу У меня Сентри Нет К сожалению Можно Уже Солринг Продать Он Нам Не Сильно Так Нужен У нас Есть Торчит Который Помогает Держать Все По Ряде Так Тут Тракса У нас Все Почистило Это Очень Плохо Потому Что Мне Теперь Стоять Афк На Этой Линии Бруда Обычно Забирает Одну Линию Очень Жадно Забирает Одну Линию Так Вот Тут Сентри Поставила На Бодон У нас Есть Володька Вкине Это Радует Тогда К другим Вот Этим Кэмпом Делаем Проходы К вот Этим Кэмпом Так Вот Этого Сюда Хрен Сним И Вот Здесь Отлично И фармим Тут Тогда Что Делать Можно На Мид Выйти Тоже К Миду Есть Блэк Кинг Бар И Них Опа Так Гон Осуждаем И Стали Вместе Ходить Бояться Бояться Так Там Уже Некра Появились Узета Че Походу Лейтгейм Катка Будет Да С Большим Количеством Артефактов Жаль Не могу Трансмут Нать Его Еще Первого Так За Мною Выехали Жаль Сетей Нету Но Надо На Них Бежать Наоборот Влез Сюда Тогда Получится Все Боже Все Весь Проказ Просто Смял Просто Смял На Низ Можно Выбежать Сейчас А Низ Уже Очень Далеко От Пуша Надо Быть Стоп Шки Вы Душите Ясно И не Просто Сдался Вот Она Вот Она Че Вон Еще Пацан Стоит Пацаны Души Души Боже Сник Рами Как же Душат Меня Я Тут Убегу Я Тут Убегу Ре Будет Не Будет Явно Ре Без Подписчиков Ре Без Подписчиков Всегда Играю Потому Что Подписчики Начинают Тупо За мной Бегать И Гайд Просто Срывается Неправильный Гайд Начинается Ну З Начинает Приносить Импакт Найс Два Челла Ливну Но Такую Игру Не В кайф Выкладывает Вообще Жесть Что за Бред Так Что дальше По артефактам Можно Собрать Дальше По артефактам Можно Собрать Можно Сделать В принципе Что Хотите Дэмэдж Какой Нибудь Что Еще Яша Манты Некра Если В пуш Некра Вообще Жестко Заходит Варды Можно Сделать Дезоль С дезолем Снимаешь Армор По товарам Товар Сыпется Лучше Но Можно Уходить Дэмэдж Можно Сделать Скайди Скайди Будет Работать В принципе Будет Герой Очень Жирный Кратан У меня Большой МС Хорошо Микров Поднимать Не Будешь Понял Просто Как Крипа Убил Было Когда Сеточки Есть Хорошо Что У нас По лесу Есть Одна Сетка В лесу Да Кто Там У нас Идет Аба Аба С гемом Психанов Парень У меня Пацаны По лесам Тупо Стоят Я пытаюсь Пушить Они По Стоят По Лесам Это Неправильно Когда Бруда В команде Всегда Динамичная Игра Должна Быть Все Должны Пушить Ребят Соберитесь Пушьте Очень Динамичная Катка Должна Быть Мид У них Всегда Теперь Подпушен Я На Девятой Минуте Зашел ХГ Они Почему Не Хотят Дальше Двигаться Фармят Лесочки Это Неправильно Друзья Играйте Правильно Видите Бруда В команде Выйдите Выйдите Пушьте Мид Вон Смотрите Мид У них Подходят Они Должны Перетянуться На Минуте Ломать Мид Я Пока Они Будут Ломать Мид Я Сломаю Бот Онлайн Боже Я Тут Завтыкал Вот Просто Ну Возьмите Мид Сейчас Сломаете Рили З Пришел Травела Кстати Отличный Артефакт Для Данного Героя Травела Просто Пушка Ну Я Не Пойду Там Очень Много Некров Давайте Сюда На Кэмп Нернем Сделаем Так Подходит Ну У Нас Пацаны Просто В лесу Сюда Вообще Ужас Фармят Ладно Будем Фармить Но В любом Случа Надо Эту Игру Забирать Ужасная Команда Конечно Че Поделать Как обычно В принципе Не удивлен Но Надо Душить Надо Пытаться Ну а Герои Очень Несбалансированы На этой карте Говорю Сразу Еще раз Говорю И буду Еще раз Говорить И Рассу Можно Сделать Там Много Физикл Дэмэджа Бкб Шкато Есть Не Хватает Атак Спида И Армора Можно Сделать Че Можно Делать Страты Через Радиенс Делают Но Через Радиенс Персонажа Который Имеет Инвиз И Кайфы Мне кажется Потому что С радиенсом Нужно Будет Баловаться Нужно Будет Вырубать Врубать Сейчас Там Сделтишка Галдишка Капает Да Опа Есть Кираса Хорошо Грибочки Застряли Тут Вышли Застряли Так Иммигрантов По лесу Отправляем Апы Понизу Сами Можно Суицид Барак По Миду Хорошо Хорошо Саны Там Мид Барак Ломают Ионис Кто Командую Лес Стоит Лес Стоит Лес Стоит Ну Мид Стоит Окей Ну Мид Сломан Ну Не Стоит Сломан Я тут Не знаю Один Просто Играет Вообще Сделать бы Такой Вот Проход Отлично Отлично К Миду И Мид И Низ Держать А вот Здесь Вот И Мид И Низ Держать О Идеально И лес Есть И Мид И Низ Держать Паутина Хорошо Стоит Все Эту Сторону Криты Будут Держать Лесочек И на Низ Надо Бежать Срочно Срочно Бежать Вот Тут Ну Паутина Спарка Ловим Вот Туда Там Некра Хорошо Ломаем С Паучками Койл Нет Пауков Койл Нет Пауков Хватит Лиса Фармить Хватит Хватит Лиса Фармить Боже Я Пишу Х Х Два Раза Не Написал Это Что За Бред Просто Пацаны Лиса Тупо Фармят Мы Можем Закончить Игру Типа Уже Давно И Могут Очень Тяжело На Этих 2 К 3 К Выигрывать За Всю Команду На Нормы Играх Этого Героя Не Признают Вообще В Принципе Если Пова Доделали Этого Героя Он Был Нормальный Тогда Если Он Был Доделан Этого Героя Но Этот Герой Несбалансирован Тут У него Багов Очень Много Башер Отличный Артефакт Для Данного Персонажа Просто Вгрызаешься И Душ 200 Демедж Сейчас Загрызу Зет И Надо Убегать Глаза На Лоб На Мит Побегут Давай Отлагивай Все Я понял Надо Так Уходить Я Тут Не Соберу Никак И Ты Нахрен Со Своим Гемом Да Иди Ты Нахрен Ливер Запарили Лагает Все Лагает Ужас Как Блин Почините Ребята Интернет Да Что Такое Вообще Невозможно О Боже У меня Смотрите 141616 Пацаны Оиграют Для Какие Задроты Аббана Что Ты Хочешь Ты По Мне Не Попадешь Просто Вот Там Сэф Застрял Ноговый Сэф Примен Лучше Кик Просто Сколько У меня 6 секунд Надо Сэф Немного Подержать Тайме Потому Что У него Там Уже 2 секунды Ну С Абадоном Не знаю Абадон Выхиляет Его Поснимает Все Такой Неприятный Герой Сам По Себе Абадон Очень Сильный Геро Ребята Если Кто Хочет Научиться Быстро Играть Доту Пикайте Абадон И Все Боже Хватит Башить Для Какой Паук Тай Гем Я Побежал Все Давай До свидания Паучка Главное За собой Тянем Чтобы Флакс Давал Работать Все Отлично Гем Забрали Причем Он у меня Как родной Смотрите Типа Знаете Вообще Гем Там Высвечился Как Типа Ну Поднят А тут Как Родной Лол И Краме С этими Бегает Как Дурень Соступает Да Не Это Не Серьезно Несерьезно Бро Напоминает Мне Этого Тоже Позже Он Бэйбэк Нос Карте Муму Карте Муму Бруду Напоминает Если Она Бьет Это Все Это Ну Невозможно Сделать Ничего Еще Закупимся Че Купим Башер Башер Нанизу Крипа Есть Затолбить Ташку Хотя На Пуш Ультану Дай Наш Побольше Будет Хорошо Башер Есть Можно Поесть Квардик Квардик Гоу Сюда Ткнем Пофиг И И И И И Нанис Гоу С Крючок Где-то Тут Хорошо Обисал Обисал Можно Сделать Бабочку Можно Сделать Миссы Стакаться Будут Пушкой Будет Пушкой И По Миду Идут Это Минус Сниз Пацаны Не знаю В чем Логика Идти Мид Если Пруда Нанизу Пруда Очень Сильно Пушит Я Не знаю По Страшному Ушел Парень Все Минус Низ А Можно Дальше Колодцы Лунные Душить Оп И Паучков Делаем Просто Давай Посильнее Ля Как Грызем О Боже Ю Бро Кит Крэш Полетел Да Что Это Такое Что Нельзя Да В Этой Игре Как Посмотрите Что Это Такое Боже Ну Ладно Окей С МХ Играю Вот Так Вот Сел На Бруде Поиграть 5 Игр Отыграл На Бруде Все Вин Катки Нечего Вставлять И тут Вылетает Окей Ту Ду 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 Так Опять Меня Кидает Скоржей Печально Конечно Печально Все Это Дело Не знаю Вставлять Эту Игру Или Нет Первую Ставлю Ставлю Ну Надеюсь По первой игре Вы поняли Ребят Что можно Данному герою Собирать В принципе Что можно Для того Чтобы задушить Там Вообще Ничего Особо Не нужно Делать Толком Просто Аккуратненько Плитушим Сеточки По Кэмпам Тут Карта Кстати Больше Бруда На 83 Будет Сильнее Намного В любом Случа Потому Что Там Карта Там Карта Меньше На 83 И На 83 Будет Полегче Там герои Тут Просто Она Объемнее Карта Без За Этого Приходится Больше Сети Тратить Так Ну И берут Сразу же Тини Тини Я не люблю Против Бруды Очень Неприятно Душить Будет Пантомка Душить Не будет Не будет Так что Ждем Еще Два Пика Главное Чтобы Не ЕС И Не Акс Какой Нибудь Будет Печально Гирокоптер Тоже Хреново Ну А че Поделать Гирокоптер Тоже Хреново Отстань От меня Ждал он Я играю Гайд Пишу Боже На гайде Подписчики Строго Не рекомендуется Потому Что На гайде Будут бегать Толпой За мной Они 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 Этого Не Понимают И Вы Не Поймете Походу Когда На гайде За мной Никто Не Бегает Я Делаю Все Что Нужно На этом Герое Как Показываю Как Правильно На нем Можно Играть А Когда Бегают Типа Ну Такое Особо И не Поймешь Что На этом Герое Делает Потом Отдушат Бары Всякие Отлично Сетку Одну Ставим На меду И поехала Так На ботами Гирос Сапогом Боже Тут Шарапнель Такая Боссная Снайпер Наверное Не знает В какое Дерьмо Он Ступил Шарапнель Очень слабая Тут Душе Ясно Я танчу Да Поняту Еще Не забрал Я походу Умер Да Я живу Я живу На паутинке Добежать Пробежать Немного Подальше Чтоб ХП Побольше Подзарегенеть Все Нормально Пойдет И ставим Вот сюда Паутину Оп Хорошо Центрячок Пока не берем Не думаю Что кто-то Тут будет Ага А вертик Походу На мид идет И это Очень хорошо Да На миду Никого Галпуши Сразу Сразу Наверное Возьмем Сразу Возьмем Наверное Блин Не знаю Фейзы И через Третий Не В любом Случа Билды Через Пауков Это Пушка Тем Что Ты Очень Жестко Дико Пушишь Как тут По-другому Ну тут Через Соул Пойдем Опять Куры Нет Опять Куры Буду Брать Соул Ага Пуш На миду Пуш На миду Фига У нас Там Фид Контора Дед Промахивается Худжу По сути Ничего Не дадим Не должны Ничего Давать Что Он Там Он Хукать Будет Постоянно В Пауков Ничего Не Сможет Оп Хорошо Два паучка Есть Герой Видели Как шел А ему Пофиг Вот смотрите Я делаю Он должен Герой Стрейфиться Влево Вправо А он Идет Просто До конца Куда То Непонятно Это Баг Который Должны Чинить Иначе Этот Герой Неиграбельный Становится Этот Герой Станется Неиграбельный Так Неправильно Сюда Сетку Теперь Ты Можешь Ударить Его Чтобы Не Упускать Фраг Надо Его По-любому Затрансмутить Для Этого Мы Уязаем Манго Так Кура Нужна Манго Отлично Все И пошел Пуш Тавером Смотрите Что с Тавером Происходит Барочек Двоем Сейчас они Меня могут Отсюда Прогнать Теточки У меня Нету Сюда Я Не Уйду Надо Вот Сюда Заходить Сейчас И Пытаться Крип Скипать Хотя Маны Нету На Крип Скип Тоже Просто Стоять Там Афк И И Как То Выходить Потар Надо Наверх Убегать С помощью Пауков Сейчас Пауков Тоже Доюзывать Пауков Доюзывать И Бежать Блин Вот Вчера Так На Еще Что Что-то Я Не Знаю Но Это Бред Наталь Так Так Невозможно Писать Опять Гайд На Гайд У меня Миллион Времени Уйдет Походу Опять На Гайд У меня Уйдет Миллион Времени Течально Конечно Все Это Ай Бара Че Ты Передумал Это Бруда Ребята По Таврам Гонять Всех Пацаны Просто Втроем Ко мне На Мид Пришли Но Ману Который Остался Нас Можем Еще Ультануть Да Боже Жаль Маны Нет Просто В Ману Все Убирается Все В Ману Убирается Отстань От меня Тих Что Проем На Миду Брод Не Остает Просто Ката Добьет Надо Скипать Окей Грызи Его Можно На Пуджа Пробежаться Ты Где Вот Он Где Вот Его Не Убью Сапога Нет Ничего Нем Бил Фрэзы Ману Побольше Брэзбэндик 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 И не пришел Та боже Ты не устал Ты не устал На меня Чарджи Тратить Свой Просто На меня Чарджи Все Втроем На меду Стали Пацаны Не могут Больше Не понимают Что они Тут Могут Мне Против Поставить Откились Больше Сурпайзы Есть Поехала Боже Как же Она Умнит Ранняя Стадия Игры Просто Ни Ничего Не Может Сделать Сейчас Бара Прибежит Оп Я являю Изи Просто Боже Опять Двое Ливнувших Но Хз Хз Кукатку Вставлять Паук Сверх Базару Нет Лоу Блин Такой Герой Просто Паучки Душ Идуш И Все Больше Ничего Делать Не Нужно Звер Вести Минутка 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 там паучки сами себя блочит классика жанра не иначе марита пришла да 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 тебя все получится главное верить не сдаваться про шагов как раз поверь это еще не лучший тайминге проноса товаров с маной что-то этому герой бы сделать я ему поэтому арчи делаю просто из арчи дам блин реально пушка и берешь просто бесконечной маной стоишь реально с арчи дам почему-то мне кажется намного легче на этом герой прямо сразу арчи купил сразу легче стало мани попроще все попроще становится сейчас герой нормально смотрите контриться наконец 3 общих на двоечку вкач было бы профитно я не знаю шка падает это хорошо о привет могу убежать у меня паутина раскачен и отожраться могу файзах быстро боже там марита еще они тут все ля я тут сдохну сейчас мой этот стан хорош кожа не все на мид пришли просто все в минус стоят дефятся ребята там знают чем лучше загрызли пауки таки раз старает кликом на правилам там пошли бы шить его это будет включить тут запущу захилимся так сказать девяти минутка о все появился от уж ракетницы для извращенцы да не надо ко мне идти ребят вы должны ломать и другие стороны должны просто другие стороны ломать и все паучок спас мне лайк как говорится паучков перевел нас на что лучше слухать будет ничего еще один арчи делаем надо застанет обязательно так уж и мы же товар этот для ты что извращенка ты что докопалась до деда молодая деда кинжаля кинула а почему у меня что где мои айтемы а все собрался в татаре юзом поход и дрощенцы хорошо ломаем дальше самый изи барак ломается сразу на пауках хорошо дальше пинаем мид сломаем уду на другой линии боже по кнопке кинули туда катуху канала господи как же душится то до сидишь с раками играешь нормальной игре так сделать нормальной игре игра будет более более проще потому что нормальные игроки будут понимать что они должны под сплетушевать также как я это делаю то есть не будет никакого леса как прошлой катки пчелы просто в лесу сидят и все им там комфортно они фармятся игру будет дебала и но балансная игра я буду стоять одну линию скипать а другие будут душить другую линию как только отойдут ребята сразу же начнется пенетрация просто лунные колодцы в атаку так на виду поставили центре гауна низ пройдем вот сюда марита там фарм паучки сейчас подарки разобьют короче тупо арчи ты бкб ты и артефакты тупой все память и я не знаю еще другие артефакты и собирать понял по ногу бару пока по язык работают приятно герой на герои играть пока файзы когда файзы перестает работать это вообще отвратно становится ужас потому что с помощью файзов я прохожу сквозь пауков надо с этим что-то делать если бы убрали вот эти хитбокс на пауках герой был бы классный так очень тяжело на ней плей не знаю очень тяжело так очень тяжело душите пацаны гау 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 можно вот сюда сеточку же ставите в наглую играть души 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 ребятки души не отвлекаемся не отвлекаемся просто пауки эти души через володю может попробовать сыграть через fast володю так сказать на fast володя это невозможность потом файтится сожалению будет тяжело пойти стак пауки помогите мне папе помогите хорошо все паучатки сделали паучков из баратрума там пауки под колодец щемят ляша делает 15 минутах а играл сломан но не считая того что там парни некоторые сказали мы больше играть тут не хотим после того как бруда в троих троих меду начала убивать но не знаю вас бабочка гау все паучки души опа для ну ты почему ракета в меня-то стояла да а я не видел что она в меня стояла я закупался как раз вот где логика верт всю игру меня ракеты ставит вот нехороший вертолет боже я думал эту игру без смерти закончу сейчас кто-нибудь обязательно в чате напишет лох я могу лучше давай вот блин последнее время меня очень дико на стримах начинают накаливать такие люди ужас просто где ваше воспитание почему все стараются как-то обосрать и а не наоборот порадоваться и похвалить я не знаю зависть наверное зависть душит людей чем чем еще люди руководствуются когда ну начинают обсирать наверное зависть не знаю какая аналитика небольшая а не это я аналитика это найти вот правильно это по логике еще одних чаликов это мить и это не не такая не аналитика не с не общая какой-то сбор информации а именно нытье запоминайте то есть что бы вы не сказали это нытье вот сейчас даже это говорю это нытье даже сейчас даже слово нытье это нытье понимаете так ну чтож возвращаемся в наш родной лес ну как родной сейчас так не пауканов бабочка есть можно поесть вас бабочка фаст бабочка называется бил назовем баллы назовем этот билд вас бабочка можно тут пауканов сделать дагер купил для извращения можно всю базу пауков превратить сетки кончились для паук тут извращение спрос попался вас бабочку сделал поэтому побед интересно меня видят тут по ей не должны видеть для гол заступимся за нашего фантом ласного не успею отхилиться потому что там уже ракета в меня стыд стан есть отхила нет так и играется но паучки делать свое дело давайте бегите дети мой а дети наруба извините эти наруба вперед и знаю издичайшая игра типа ну за бару юзают няля мартретка разгневалась разгневалась мартретка лакинг бар конечно необходим данному персонажу просто для того чтобы жить чтобы не было никаких станов чтобы давали отхиливаться с ультимейта а наша живет они все же думают что а то там что там лав стил какой-то стил я вас умоляю она отхиливается мама не горюй и серьезно герой очень сильно хилится ну сейчас они за центре от всю карту да тут он еще центре поставил сейчас тут поставить центре там поставить с ребят фаст финиш написали бы уже так sorry пола пора продавать принципе чё берем чё берем чё берем чё берем тоже центре и на топ на цвелу жали бабочку можем даже включить арахнитка черная гриба уже там нанесу на руб пришел наглую просто ломай 3 500 3 500 3 500 лучше меня видеть и какой-то меня чё бьешь зачем вообще чем-то меня вообще бьешь очку он беги говорит мне тени бараньки брата не знаю ребят и зичайшие катки даже вставлять не знаю чё самый жесткий контур пик против бруды это легион основного 1 спала я могу умереть просто с одного 1 спала могу умереть а а а а а а а а а зачем а акса берут и все сейчас еса возьмут будет очень жестко Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Через Володьку Ждем скорее курьера Скорее Быстрее Субтитры сделал DimaTorzok Странно Конечно это все странно Дай ударю Дай ударю Акс пришел Акс пришел Чалька Фармконтора на Аксе Работает Отлично можно выбежать Вдвоем стоят на виду теперь Я могу сгореть сейчас Нет Не могу сгореть Безумно можно быть первым Странно Почему там еще стоит Задушена 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 Володьку Володьку Через Хидро Умоляю Мне нужен срочно Володимирс И центр Володя Володя Есть можно поесть Бруда Бруда такой герой Стоишь Пушишь Хорошо Хорошо Через Володимир Похоже Они хотят от меня Они хотят от меня Задушена Задушена Часова Лучше Молодец Подработал так сказать Приправой Вкусному супу Отлично Лего Лего Наконец-то Додумался 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 Гоу Диффуз Бил через Диффуз Володю Можно через Дезоль Также Через Дезоль Через Дезоль Так Есть Станчик Плачина Так И выйду Как раз на линию Соберу Дань Хорошо Централь Участ Хитер Называется Ялл Да Выключить Перфоратор Я вас умоляю С ума сойду Сейчас Зачем Вы там что-то делаете По Минус лицо Тут еще и реки наверно Ну я не могу Акс Подошел Все Я не дееспособен Акс Подошел Я не дееспособен Надо его убить Просто Я зайду На хоберисе Станов Вставлю В лесочек Пусть поработают Вот просто Магет Чилят Ой боже Игроки Мои любимые Все Втроем Пришли 4 4 Ифу за Нефу за Нефу за Видели Выделил А герой Только Герой стоит Почки идут Акс Просто Все Зачищает Пошел У Д Страх Алпа А меня Надельку взяли Хорошо Аааа Мои уши Души 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 это дело У Найс слаб Втф Втф Свап Найсен вопло за суицидальный слаб но сэндристоят не могу кого отхилим ся хорошо возвращаемся с там же есть покинул игру для для если еще там пикнули поняли к у них страта было задушить меня паучки работ главное чтоб паучки работали это хочет меня на аксинс он паучков агрессив кушать страшно давай тебя-то да нет да найс через диффуз классно тоже расстояние лично 13 минута на хгст и хорошо ляша произошло минус хг пацаны так бывает кто бруду пикает наверно тут скрип скрип скипнем тут нет я занят крип скипнули хорошо дальше подпинаем чуть паучков это 2 заберу ребят вы можете через текстуры бегать и что это вам фишка такая будущее и не всегда всем табором кукурамбо кукурамбо всем табором сюда как ребятки не фить это кукарача кукарача о чем мы сюда идем тут жить ничего нету уже шмида нет шарик все побежали до души лавка для души лавка пацаны хорошо иду там крипы работают тоже хорошо и поехали т2 даггера нету значит можно училить на крипов здесь и джинтов хорошо очка так и работаем душа две стороны хорошо вставляем тут скрип скрип скипать на низ хамак скрип скипает моих героев моих паучотков паучанков моих паучанков моих да хватит для этот акс конечно извращение своих пауков не любит вообще по страшному ну как могу не сапад кондрите субтит я как души позже что за перфоратор господи за перфоратор для можно было вставить трипл килл красивый на начальную заставочку но ссоре у меня тут перфоратор гудит и ахти там паучки работают ребят подписывайтесь на канал всем а здесь выют в ю тубе изи и пошло душить девнадцатая минута посреди с ля шизо паук арахнит ребят у кого арахнофобия просьба не смотреть паучков отстреливать турель чисто нападение пауков рахниды в атаке ужас ужас не надо меня убивать бой только не первый лего только не первый я даже я даже третью сделаю ребят на общем такие катки на бруде смотрите сами что есть собирать и да боже ужас это очень сильно слышно я знаю смотрите сами что собирать на бруде очень простенький герой в плане если сильно тебя не контрят центрячок опытом не ставят но если правильная команда то в теории если вас не ловят если вы с девардите сами по одному центре куну не больше чтоб сильно накладно было то и вы в принципе давите одну линию а другую линию давят ваши оппоненты ой оппонент ваши тиммейты и соответственно все оппоненты в шоке поэтому друзья вот такой вот гайд напоминаю что гайды выходят часто поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить свой гайд и все в принципе это все друзья всем спасибо за просмотр и гайдов очень много уже на канале поэтому заходите вкладку видео или ставьте свои гайды ребят в это все с вами был ксен азас и до скорого с вас